В Мирской области третье место заняла команда Рыбновской школы-интерната из Рязанской области. Победители соревнований получили групповые путевки и на недельную поездку в детский футбольный лагерь в Подмосковье. И о курсах Центрального банка на выходные понедельник. Доллар 57 рублей 42 копейки, евро 61 рубль 86 копеек. И пока это все новости, все что важно каждые полчаса, спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. До погоди Москву ждет сильное похолодание. В середине новой недели ожидается до минус 10 ночью и лишь до плюс одного днем. Утром в понедельник будет гололед, пройдет снег. Но холоднее всего будет в четверг, днем ожидается до минус 3. Тем не менее похолодание будет недолгим. Уже 2 апреля дневные температуры вернутся к отметкам в 9-10 градусов тепла. Но сейчас в российской столице плюс 5 градусов, ясно, без осадков, ветер 2 метра в секунду. Доброго вечера всем. Меня зовут Роман Щерба. Время московское 18 часов 4 минуты. Вы слушаете Спорт.ФМ. Единственную спортивную радиостанцию в нашей с вами великой стране. Это программа выходного дня Спорт.Лайф. Сегодня в прямом эфире до 10 вечера работаем. Сегодня, друзья, у меня прекрасный день. Сегодня в этой студии на протяжении 3 часов я буду окружен девушками. Такое случается в последнее время нечасто. Но, наконец-то, я дождался этого дня и внес его в календарь красным цветом. 26 марта. Сегодня первый час вместе со мной в этой студии Эмма Гаджиева. Это значит, что фигурное катание. Эмма, здравствуй. Всем привет. Расслабь плечики, пожалуйста. Все, я расслабилась. Локти со стола убери и все будет хорошо. Не переживай, потому что я за эфиром Эмме сказал, что сегодня буду любить ее в эфире. И она от этого напряглась и не понимает, как это будет происходить. Поэтому... Уверена, что будет приятно. Будет уверена. Будет уверена. Так что по фигурному катанию общаемся. В ближайший час неумолимо приближается чемпионат мира, который пройдет в Хельсинки. Национальные федерации уже определились, кого отправят на соревнования. Спортивные СМИ живо обсуждают шансы претендентов на золотые медали и на пьедестал. В принципе, мы не исключение, поэтому будем говорить сейчас о фигурном катании. Сколько раз прозвучит гимн нашей страны, прозвучит ли он вообще, есть ли шансы на медали у наших атлетов. Все эти вопросы подробно разбираем вот прямо сейчас с 18 до 19 часов вечера сегодняшнего воскресного. Завтра не забывайте, несмотря на митинг в Москве, на работу, на работу. Кто-то рассвет встретит в отделении милиции, кто-то все-таки до работы доберется. Вот, и вы, уважаемые слушатели Спорт.ФМ, не забывайте, что завтра на работу. Поэтому не злоупотребляем, слушаем, задаем вопросы. Вопросы можно задавать по средствам телефонной связи. 495-276-1932-2760-932. Вайбер, ватсап, 8925-4-2-93-2. СМС-портал 5533 в начале сообщения слова «Спорт». На страничке ВКонтакте совсем скоро появится анонс, под которым вы также можете свои вопросы оставлять Эмми в первую очередь. Ну, а я буду ей стараться помогать во всех ее ответах. После 7 вечера Александра Лыскова будет в этой студии. Не одна, к слову. Это меня, конечно, печалит. Но с ней придет олимпийский чемпион Дмитрий Ильиних. Поговорим два часа о волейболе. Московская «Динамо» уже отобралась в финал шести чемпионата страны. Московская «Динамо» встретится с Берлином в матче за то, чтобы пройти в финал четырех Евролиги. Так что есть о чем поговорить в волейболе. Ну и завершим сегодняшний воскресный вечер разговором об итальянском футболе. Антон Лисин здесь уже без девушек. Здесь уже исключительно мужчины будут рассказывать вам об итальянском «Ногомяче». «Ногомяче». Вот, оставайтесь на волнах «Спорт.ФМ» и будете знать первыми. Естественно, я постараюсь следить и за текущими событиями в мире спорта. Например, футбольная национальная лига. Куда же без нее там? Вторые таймы в матчах. Мордовия-Факел 2-0. Мордовия впереди. Нальчик с Волгарем 1-1. Казалось бы, да, вот Эммочка. Ты же сейчас тоже в курсе вообще событий в мире спорта, да? Не только же фигурным катанием наполнен твой мозг. Как ты работаешь в утре. Безусловно. Более того, я поймала себя на мысли, что я как-то стала меньше интересоваться фигурным катанием. И поругала себя мыслью. Это ужасно. Это ужасно. И ты наверняка думала, что такие команды, как Мордовия, Факел, или Шинник, или Сокол, или Нефтехимик, или Ротор, который, правда, сейчас не в ФНЛ, а в ПФЛ. Торпеда. Канули в лету. И они остались только в истории. На самом деле, Эмма, эти команды до сих пор живы. Я не знаю, за какие ковришки выступают футболисты в этих клубах. Но эти команды до сих пор есть в официальном календаре футбольно-национальной лиги и профессиональной футбольной лиги. Ну, такой полупрофессиональной, скажем так, полу-любительской. Но они за дело, за футбол. Я вообще, знаешь, ты мне называешь имена... А вот, например, Факел у меня вызывает совершенно другую ассоциацию. Это вот такой, знаешь, как светильник на рукоятке. Совсем не название футбольной команды, уж прости. Давай к фигурному катанию перейдем, потому что как-то прокомментировать светильник на рукоятке я затрудняю. Сема Гаджиева, ведущая 100% утра на Спорт.ФМ в этой студии до 7 вечера. Ее прекрасное изображение вы можете видеть на страничке ВКонтакте и под ним оставлять свои вопросы. Не просто ставить лайки, как это вы привыкли делать, но еще и оставлять свои вопросы. Потому что на чемпионате мира по фигурному катанию в 2016 году, несмотря на весь тот пафос, связанный с фигурным катанием, прекрасным выступлением Евгении Медведевой в этом сезоне уже, да, Анны Погорилой, наших пар спортивных и танцевальных, в прошлом году мы увезли с чемпионата мира одну лишь золотую медаль. Сделал это Евгения Медведева, естественно. Что мы ждем от этого чемпионата мира? Давай с общего вопроса начнем, мамочка. Ну, во-первых, хочу сказать, что чемпионат мира будет проходить в столице Финляндии. А этот город, он очень удачливый для нас, да, как бы спортсмены люди суеверные, и я в том числе. В Хельсинки дело в том, что состоялся чемпионат мира, проходил в 1999 году, и на нем сборная России завоевала все золотые награды во всех четырех видах спорта. И более того, именно там, на этой ледовой арене, в Хельсинки, впервые наша Мария Бутырская в женском одиночном катании завоевала золотую награду для России. Поэтому я надеюсь, что вот в этом году чемпионат мира будет столь же удачен, как и вот тот в 1999 году. Что касается болельщиков, то очень удобно нам, по крайней мере в России, огромная армия поклонников фигурного катания, потому что в Хельсинки абсолютно такое же время, как в Москве, то есть всем остальным часовым поясам, которые есть в России, в любом случае, всегда приходится, да, подстраиваться. Но для меня, например, плюс, потому что мне не придется вставать там в три утра, и там никогда... Как это было в прошлом году, когда был Бостон. Да, это просто какое-то безумие в три ночи, в четыре утра, да. А до этого был Шанхай. В общем, не складывалось как-то. Я очень рада, что чемпионат мира вот рядышком, здесь в Хельсинки. Я более чем уверена, что очень много российских болельщиков отправится туда. То, что японские там будут, я даже не сомневаюсь. Ну, а наши сто процентов поддерживают наших ребят. Что хочу сказать? А я хочу сказать, что в 2014 году, когда все это дело решалось, где же будет чемпионат мира, Сочи претендовал на проведение чемпионата мира в 2017 году. Ну, вот как-то тоже не сложилось. Ну, зато чемпионат Европы, предолимпийский чемпионат Европы в следующем году, в следующем сезоне будет проходить в Москве, что очень важно. А важно еще, что этот чемпионат мира, это Олимпийские игры, отбор. Да, это отбор, но не именной спортсменов, а именно от страны. Все спортсмены, которые сейчас будут выступать, будут отвоевывать для своего государства квоты на Олимпиаду в Корее, которая будет проходить, по-моему, через год. Поэтому очень важно тут выступить не только за себя, для себя, но и так заглядывая в будущее в том числе. Поэтому обидно, что у нас, значит, скажу по квотам, то, что на этом чемпионате мира, значит, в женском одиночном катании и в парах, спортивные пары, объясняю для наших слушателей, что спортивные пары, это когда партнер выбрасывает партнершу, они там прыгают вместе, дружно скачут. И радио перепутало, что ли? Нет, я на всякий случай хочу заинтересовать еще тех, кто не любит фигурное катание. Вот, там у нас по три года. Это надо делать другими способами. Это надо другой фотографией у нас на странице. Это надо снять кофту и, может быть, чуть больше сделать декольте. Декольте. Ну, начнем пока со слов. Значит, у нас там три квоты, а вот в мужском одиночном катании и в танцах на льду по две. Поэтому тут придется посложнее отвоевывать по максимальной, максимальное количество квоты три. Поэтому вот мужчинам и танцорам будет очень тяжело завевать три квоты, грубо говоря, на Олимпийские игры, которые будут стартовать через год. Эмма, поосторожнее. Фаны факела самые безбашенные в ФНЛ. Роман Оренбург. Роман, спасибо большое. Сокол жив. Он в Красноярске в хоккей играет. Ну, простите. Слово не воробьи, как говорится. Но, может, они сделают мне чуть-чуть поблажечку, учитывая, что я девушка и увлекаюсь вообще другим видом спорта. Медведева всех порвет. Миша Смирнов. Это уже под твоей фотографией ВКонтакте. Кстати говоря, почему ты есть на страничке ВКонтакте, а меня нет рядом. Ну, ладно. Подожди. Ага. Ну, здесь уже шутки пошли. Ну, ладно. Это не важно. Давай начнем тогда разбираться уже в тонкостях. Помимо того, что ты объяснила, что такое есть спортивные и танцевальные дуэты. И все-таки. С чего? Мужчины, женщины или сначала про пары расскажем? Ну, давай по порядку. Вот я открыла расписание чемпионата мира. Завтрашнего дня начинаются тренировки. А вот уже в среду, 29 марта, в 10.40 утра стартуют женщины с короткой программой. Для меня, кстати, странно, почему именно женское одиночное катание начинают. В 11.40, Эмма. В 11.40? Да. Все-таки час разницы. Час разницы. А это обманул меня интернет. Так бывает. Паразит. В общем, всего 37 участниц. Что хочу сказать, что серебряный призер чемпионата мира позапрошлого года и, в принципе, очень серьезная соперница, фигуристка из Японии, Сатока Мьяхара, пропустит чемпионат мира в Хельсинки из-за травмы бедра. Поэтому минус одна соперница, как говорится. Но на ее место пришла другая Мьяхара. Они не сестры, просто одна фами... Майя. Майя, да. Майя Мьяхара. Она тоже очень опасная. И все вообще японки. Это какой-то кошмар для наших девчонок. Но от нас едут Евгения Медведева, Анна Погорила и Мария Соцкого. Знаю я, что после универсиада, где выиграла Елена Родионова, ходили возможные такие слухи. И даже к нам в 100% утро, когда приходил Илья Авербух, он говорил, что из-за того, что Лена Родионова очень хорошо выступила на универсиаде, что идет разговор о том, чтобы именно ее отправить на чемпионат мира вместо Марии Соцкого, которая на первенстве континента, на чемпионате Европы завоевала четвертое место. Но федерация приняла другое решение. Но она имела на то право. Ну, конечно. И в принципе здесь все логично. То есть три девчонки, которые завоевали первые три места на чемпионате России, мы не берем в счет Алину Загитову, которая стала второй. Она по возрасту просто не проходит на взрослый чемпионат мира. И в принципе эти девчонки и отправились в Хельсинки, чтобы бороться там за пьедестал почета. Естественно, Евгения Медведева, она безусловный лидер. И это даже оценил Алексей Николаевич Мишин. Она читала его интервью, он сказал, что Женя Медведева, это, пожалуй, тот такой столб в нашем фигурном катании, вообще в мировом, что ее сдвинуть сейчас практически никому не под силу. Все остальные девчонки, по мнению Алексея Николаевича, они абсолютно как бы и поколебимы, если можно так сказать. То есть они могут и ошибки допустить, и там будет борьба за второе и третье место. Что касается первого, тут вполне очевидно, что действующая чемпионка мира Евгения Медведева, которой всего лишь 17 лет, вполне может стать двукратной чемпионкой мира. Вернулась Каролина Костнер. Мы это с тобой обсуждали, Ром, твоя любимица на чемпионате. Которой всего лишь 30. Это я от себя говорю, ей всего лишь 30. Но как она кайфует катаясь? Ей вообще плевать. Мне кажется, даже если бы ей было 40, это, знаешь, это не из тех фигуристов, которые, знаешь, там 25, а они в интервью говорят, ой, я чувствую, вот у меня прям комплекс какой-то, я выхожу на соревнования, а там 17-летняя обыгрывает. У меня нет, Каро, как ее любят называть в мире фигурного катания, абсолютно 30 лет, девчонки выходят, кайфуют, танцуют, прыгают. Ну, я еще отдельно буду за Эшли Вагнер следить, конечно же. Это из-за ее очень страстного танца в этом году? Конечно. Расскажи мне, поделись впечатлениями. Я могу только образ нарисовать тебе. Нарисовать? Это такая львица в лице Эшли Вагнер. Ну, она, да, она еще так очень сексуально так прищуривает левый глаз. И открывает рот, да, на суде смотрит, причем такая красная яркая помада на губах, и это все с такой энергетикой. И вот если она будет в том платьице, где как раз-таки, по идее, должно быть декольте, оно так вот разделяется, идет пупочку, вот так вот, да? Да. Вот в этом должно быть. Ну, скорее всего, безусловно, в этом платье она должна быть. Я вот только не пойму, она прозрачного цвета, в смысле прозрачная, или там какой-то цвет присутствует такой беш, да? Давай скажу так, чтобы тебя не разочаровывать, скажу, там нет ничего. Представляешь, мужчины сейчас в машинах, о чем они думают? А рядом жена, а рядом супруга, и она сейчас слушает Спорт.ФМ. А он ее просит слушать на гугле в интернете, Эшли Вагнер, хочу посмотреть, сейчас вот припаркуюсь на заправочке и посмотрим. Не-не-не, я к тому, что, ребята, действительно, фигурное катание приятно глазу, так что надо смотреть. Да, безусловно, при том, что есть в правилах указано, что фигуристка не может там выходить на лед, если обнажено более там 80% ее тела, поэтому... Слушай, ну это бред какой-то, они голыми почти выходят. Но нет платья на человеке. Ну как это нет? На фигуристке, ну нет платья на ней. Есть на ней платье. Ну нет, ну оно все время в воздухе находится, когда она катит. Ну когда она стоит, оно ведь неет. Поддувает ветерок и все. И все. Бикини ему. Слушатели, вам нужно просто видеть, сейчас включить видеотрансляцию, видеть. Ну я думаю, что все включили видеотрансляцию. Вот это лицо Романа, когда он рассказывает о том, как поднимаются и порхают юбочки фигуристок. Слушайте, различные сайты 3Ха засекреченные по сравнению с фигурным катанием отдыхают. Особенно, кстати, вот об этом как раз перед эфиром смотрела, читала разные статьи в интернете о интервью. А Кейтлин Осмонд? Кейтлин Осмонд. Слушай, ну она да, она вот вернулась, она очень опасна, опасна для нас. И я еще в начале сезона об этом говорила. И вот, к сожалению, оказалась права. По поводу фотографий все-таки хочу договорить. Вот кто выбирает фотографии под эти интервью в информагентство? Они просто молодцы. Потому что фотокарточки к статьям о парном катании, о танцах на льду. Ну такие поддержки выбирают, ребят. Ну вот просто не кликнуть невозможно. Мужчины выбирают. Правильные мужички выбирают эти фотографии. Да, поэтому прям молодцы. Кейтлин Осмонд, да, канатка, которая в финале гран-при четвертое место завоевала. Тяжело будет. Я не знаю насчет женского одиночного катания. Я уверена, что точно будет. Нет, я не говорю, что она претендент на что-то выше, может быть, четвертого места. Но за ней приятно наблюдать. Поняла, я поняла, в твоем рейтинге она где-то в троечке. Ну как раз она на четвертом месте. Нет, она как лондонский арсенал. Как лондонский арсенал. А Челси тогда кто? В твоем рейтинге. Ну Анечка, конечно. Анечка погорила, я так и знала. Знаешь еще почему? Потому что, несмотря на все ее успехи и популярность, она отвечает в WhatsApp. Она отвечает тебе все-таки? Да, она мне отвечает. Я этому несказанно рад. Ну я рада за тебя. Она все-таки отвечает. Вот, ну не без моей подсказочки, наверное. Ну да ладно. Чемпионат мира. Анна погорила. Если она пересылает мои сообщения тебе. Да нет, Ром, конечно же нет. Аня очень искренняя девочка. И я, она трудяга. Она тот трудоголик, которому, знаешь, вот бывают люди, которым ничего легко вот не дается. И в этом сезоне у нее и на чемпионате мира она выступала с травмой. У нее болело колено. Ее там спасали врачи как только могли. Но она вышла, боролась и все-таки отвоевала себе путевку и на чемпионат Европы, где она завоевала серебро. И вот сейчас на чемпионат мира. В том году она была бронзовым призером чемпионата мира. Очень хочу, чтобы она улучшила этот результат. Ей это, в принципе, под силу. Поэтому очень болею за Аню. Женю Медведева, я уже миллион раз сказала, безоговорочный фаворит этого чемпионата мира. Что касается Маши Соцковой, то для нее это дебютный взрослый чемпионат мира. Поэтому здесь два варианта. Либо, знаешь, как выходят дебютанты. Ей всего 16 лет. Это самый минимальный возраст, который... Да, пробилась, так сказать. Вот когда в вагончик последний впрыгиваешь. Вот это про Машу Соцкого. А еще, кстати, есть одна 16-летняя японка. Вакабо и Гуччи. Вакабо и Гуччи. Да, есть такая японка. И все, остальные уже там 17, уже нормально. Да. Рома все о своих проблемах. О том, что фигурное катание очень молодеет. Да, и это факт. Так вот, что касается Маши Соцкого, то здесь, мне кажется, вот два варианта. Когда либо выходит юниор, бывший, да, вот дебютант чемпионата мира. Вот нечего терять человеку, фигуристу. И вот он... Шарашит. Шарашит свою программу. И вообще вот без нервов, без волнения. И вот есть второй вариант, который бы, наверное, не очень хотелось бы. Что вот начинаешь волноваться, и все-таки сборная России, и это как-никак давит флаг и все такое. Но я думаю, что Маша справится. Безумный рост, метр семьдесят. Шестнадцать лет, длинноногая, и просто там такая фигура, такая талия. Очень красиво смотрится, и я очень рада, что фигурное катание... Но шестнадцать. Да, шестнадцать. Это как у Карцева было в миниатюре. Про Раков. В общем, раньше просто, когда я каталась... По пять рублей, но большие. А вот три на маленькие. Рома, вот когда я каталась, мне всегда говорили, что вот М метр семьдесят, это много для фигуристки. Что фигуристка должна быть пониже, чуть компактнее. Как Слуцкая. Ну да, как Ирина Слуцкая. В шестнадцатилетнем возрасте на катке. Ну вот я тоже, я не застала этого момента, как бы я не видела ее вживую в шестнадцать лет. Но в шестнадцать лет она уже, ого-го, там завоевывала, отвоевывала, и была огонь. А вот теперь я рада, что Маша Сотского высокая, метр семьдесят. Да и, в принципе, Аня Погориллая тоже очень высокая девочка. Подожди, Погориллая? Ну, а да, нет, разве? Разве, да? Я думаю, что она высокая девочка. У нее рост метр шестьдесят семь. А, ну да. И поэтому я очень рада. Фигурное катание молодеет, но при этом становится выше фигуристки. Потому что красиво. Вот длинные руки, длинные ноги. Это все только тянуто красиво. А побеждает их Евгения Медведева, которая уступает в росте, надо сказать. Ну, Евгения Медведева и по возрасту, как бы, чуть-чуть помладше. У нее метр, рост у нее метр пятьдесят семь. Вот, если верить ее анкете на сайте Международного союза конкобежцев. Но чем выше, тем сложнее все это собирать, да, как бы, как говорится, прыжки. Но Женя Медведева еще вырастет, как бы, ей-то семнадцать лет, и поэтому женщины у нас растут до двадцати с чем-то. Напомню вам, что вы слушаете «Спорт.ФМ». Это не программа о любви, но все-таки, да, о фигурном катании и любви к этому виду спорта чемпионат мира. Совсем скоро в Хельсинки начнется, и, естественно, на «Спорт.ФМ» в полном объеме будем освещать этот турнир. Через двадцать девятого марта начнутся уже соревнования. В течение пяти дней, если я не ошибаюсь, должны уложиться спортсмены, и будут известны квоты, каким составом отправятся на Олимпийские игры сборные различных стран. В этой студии Магаджиева. Я, Роман Щерба. Реклама. Через несколько секунд. Потом новости. Напомню вам, что сейчас в чемпионате России по волейболу Белогория с «Зенитом» играют. Как сказала Александра Лыскова, это «Реалы Барселона». И «Зенит» выиграл первый сет. Мы будем много говорить о волейболе уже после семи вечера, когда Дмитрий Ильяных, Александр Лысков в этой студии появятся, олимпийский чемпион. Разберем игру «Динамо», разберем вообще события в волейбольном мире. Что делать, если за 8 часов сна я не успеваю восстановиться? Инновационный центр Олимпийского комитета рекомендует. Если говорить о количестве часов сна, то для каждого индивидуально есть свое количество часов сна, за которые вы можете восстановиться. И это зависит от большого количества факторов. Это может зависеть от времени года, это может зависеть от количества стресса, физической нагрузки, которая в данный момент оказывается на организм. Таким образом, учитывая все эти факторы, вы можете понять, сколько часов сна вам оптимально для восстановления. Времена года также влияют на количество часов. Летом хочется спать меньше, зимой хочется спать больше. И иногда действительно нужно дать себе поблажку и поспать больше 10 часов. Иногда хватает 4-6 часов для того, чтобы полностью восстановиться. Соответственно, необходимо, во-первых, максимально увеличивать качество сна. Это можно делать, во-первых, правильной подготовкой ко сну, расслабляться, выключать все мобильные устройства и гаджеты. И делать различные физические упражнения за 2-3 часа, то сна помогает перейти сразу к более глубоким фазам сна. И также правильно организованное пространство помогает лучше восстановиться. И простые советы – это чтобы воздух циркулировал правильно, постельное белье было комфортным, дума не было постороннего, телефон был всегда выключен, никто не мог побеспокоить. Все эти параметры тоже влияют на качество сна и на глубину сна. Ирина Зеленкова – ведущий специалист инновационного центра ОКР, кандидат медицинских наук. Рекомендации лучших специалистов страны в области профессиональной подготовки спортсменов слушай каждый день на Спорт.ФМ. 100 лет в истории спорта на Спорт.ФМ. 1959 год. Кубинские повстанцы во главе с Фиделем Кастро свергают правительство диктатора Батисты. Советский Союз запускает первую межпланетную станцию под названием «Луна-1». Компания «Ксерекс» начинает производство копировального аппарата для документов. А в это время... Молодежь со всего мира собирается в Турине. Италия готовится принимать Олимпийские игры в Риме. И за год до этого в качестве своеобразной репетиции состоятся всемирные игры студентов. Они получат звучное название «Универсиада» и станут проходить регулярно. Идея студенческих соревнований к тому времени уже не была новой. Ведь спортивные старты проводились, например, в рамках фестиваля молодежи и студентов. Однако масштаб тогда был значительно меньше. Уже первая «Универсиада» имела насыщенную программу из семи видов спорта. А в наши дни она уже не уступает по разнообразию своей старшей сестре Олимпиаде. Универсиады проходят раз в два года. Летом и зимой. Здравствуйте. Это Мария Киселева. Вы слушаете «Спорт.ФМ». Там пояснились, что с жалобой на Лосеву обратились другие спортсмены из конного клуба «Ромашково». Они предоставили видео и фото, на которых видно, как Лосева бьет свою лошадь и грубо с ней обращается. Спортсменка признала свое вино. После этого происшествия Федерация конного спорта сообщила, что планирует разработать дисциплинарный кодекс для спортсменов. А теперь о курсах Центрального банка на выходные понедельник. Доллар 57 рублей 42 копейки. Курс европейской валюты 61 рубль 86 копеек. И пока это все новости. В студии была Карина Ершова. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на «Спорт.ФМ». Почти свободно на столичных дорогах. Всего 2 балла по данным портала «Яндекс.Пробки». Провести полчаса придется на Новоризанском шоссе, деревне Чулково до Островецкого шоссе. Стоит Носовихинское шоссе от шоссе Ильича до проспекта Жуковского. МКАД с внешней стороны от Белой дачи до Рязанского проспекта. Третье транспортное кольцо с внешней стороны от Ленинского проспекта до Автозаводской улицы. Носовихинское шоссе от проспекта Жуковского до реки Чичора. Волоколамское шоссе от Спасской улицы до поста ГИБДД. Чтобы добиться топ-результата, нужно работать на тренировках каждый день. Каждый. Каждый день на «Спорт.ФМ». Итоги спортивного дня. Топ-спорт. С Алексеем Золиным и Артемом Дроздовым. Топ-события. Топ-спортсмены. Топ-результаты. Высший уровень. Слушай Топ-спорт с Алексеем Золиным и Артемом Дроздовым. Только на «Спорт.ФМ». Каждый будний день с 20 часов. Спортлайф. Добрый-добрый вечер всем еще раз. Меня зовут Роман Щерба. По-прежнему в этой студии «Эммагаджи». Мы обязательно продолжим разговор о фигурном катании. Но после того, как поговорим с ведущим «Спорт.ФМ» Дмитрием Дерунцом, который находился на матче «Тосно» и «Динамо». И там могла произойти драка. Но говорят, что ОМОН ее предотвратил. Так ли это? Давайте спросим у Дмитрия. Дим, приветствую тебя в эфире. Да, привет, друзья, еще раз. Ну, говорил он в своих первых включениях, действительно, о сложной ситуации, которая произошла еще на первых минутах. Но, откровенно говоря, она не совсем еще разрешилась. Не знаю, в курсе ли сотрудники правоохранительных органов. Я надеюсь, что в курсе. Но болельщики «Зенита» никуда не делись. Они в количестве автобуса, может быть, даже и двух. И, в общем, в количестве в районе 100-150 человек по-прежнему где-то в Новгороде. И ждут встречи с коллегами по болению. Но не за одну команду, а из «Динамо». Соответственно, болельщиков «Динамо» пока еще держат на территории рядом со стадионом. И каким-то образом будут сейчас удворять. Кто-то приехал на машинах. Но большая часть, так как из Новгорода не Петербург, отсюда напрямую в Москву можно попасть только одним способом. Если на железнодорожном транспорте в 21.15 поезд отходит. Вот, собственно, я на нем в Москву отправляюсь. Все. Если ты не на машине, то иначе никак. Поэтому думаю, что сейчас такие могут быть и веселые пару часов в городе. Будем следить о развитии событий. Это что касается вот именно всей этой околофутбольной движухи. Но отмечу, что с кем пообщался после игры, все отметили атмосферу. Действительно, пусть стадион маленький. Но, сами знаете, какого бы ни был размера стадиона, если он заполнен до отказа, то всем всегда приятно. И, конечно, сегодня был полный аншлаг. И дымили не хуже, чем на матче цервена-звезда «Спартак». И, честно говоря, я даже не представлял, какой арсенал к 80-й минуте приготовили фанаты Тосна. Вот, абсолютно какие-то противотанкивые шашки. Все в дыму черном, белом, еще каком-то. Ну, в общем, так, довольно ярко все это было. Понятно, что полиция в Великой Новгороде просто не готова к матчам. Ну, даже, можно сказать, к матчам такого уровня, как Тосна-Динамо. Вот, и когда собираются более или менее организованные группы болельщиков. И вот, и это такое небольшое напоминание о том, что будет, если в этот город придет премьер-лига. Вот, поэтому фанаты чувствовали себя довольно вольготно. Напомню, небольшое пересчение случилось между болельщиками «Зенита» и «Динамо» перед игрой. Но такое довольно локальное. Нельзя говорить о массовых драках. ОМОН действительно бегал туда-сюда. Вот, но не знаю, насколько он предотвратил все столкновения. Или просто не срослось в данном случае. Но, действительно, мы были в шаге. Вот, довольно серьезный беспорядок. Просто весь ОМОН, я так понимаю, был сегодня в крупных городах России, где проходили митинги. А в Великом Новгороде все-таки не смогли собраться. Ну, нет, нет, они собрались, просто не знали, куда бежать. Не знали, куда бежать. Ну, так бывает. Вот, а так, если говорить все-таки несколько слов о футболе, а о нем, безусловно, тот случай, когда о нем надо сказать. Потому что игра-то была знатная, ну, что там говорить, игра, которая запомнится. Я пообщался сейчас с отцом Кирилла Панченко, Виктором Панченко. Он специально приехал на игру в качестве селекционера «Локомотива», и в качестве отца просматривал молодых игроков и «Тосна», и «Динамо» сказал. И в том числе, конечно, приехал поболеть за Кирилла. Он сказал, что в этом году выделяет две игры. Вот «Спартак-Локомотив» и «Тосна-Динамо» в целом из всего футбола. Именно по зрелищности, по яркости, по накалу, по страстям. Ну, я подпишусь. Я волею, как говорится, судьбы слежу за большей частью игры ФНЛ. Но сегодня, ну и, конечно, смотрю РФПЛ, сегодня была битва. И причем битва довольно качественная. И, конечно, эта игра, которая доставила удовольствие, я видел, знаете, и улыбки, и на лице обычно такого довольно сурового Юрия Калитвинцева. И надо сказать, что тренерский штаб «Тосна», при всем том, что, конечно, результат обидный. Но было в чем-то, ну, трудно было упрекнуть, да, потому что ребята все, абсолютно все футболисты, которые были на поле, бились и играли до конца. И здесь респект, и, безусловно, это футбол, ну, наверное, для ФНЛ вообще невиданного уровня с обеих сторон. Футбол в футбольной национальной лиге есть. Это здорово. Кстати, по поводу самого матча. Я так понимаю, что Калугин сегодня дебютировал у московского «Динамо». Это был его дебют или дебют в основе? Ну, национальный дебют стартом составил. Да, потому что человек, я с ним пообщался тоже после игры, и Никита мне сказал откровенно, что на 55-й минуте у него свело все ноги. Вот, и, тем не менее, он доиграл на морально-волевых матчах. И вот тоже, вот момент, да, момент. Никита, ну, понятное дело, что это человек малоизвестный для широкой публики. Я-то за ним давно слежу, потому что его именно такие моральные капитаны, он капитан всех возрастов, который был вот, ну, пока рос, да, в «Динамской академии». Чрезвычайно целеустремленный, себе на уме упертый такой парень. И, в принципе, для меня никакого удивления не стало, что он дебютировал в большом футболе, вот сейчас. Так-то он вообще сам по себе центральный защитник, но вот сегодня вышел на позицию крайнего защитника. И, в принципе, на позицию крайнего защитника его использовал, калитринцев на сборах. Но вот сам сказал, вот тоже момент, да, парень молодой, перспективный, он понравился на сборах. Но вот 55 минут сейчас отыграл полную силу только потому, что он больше не играл после сборов. И как, вот как здесь себя проявлять? Проявил качество, вот просто на зубах доиграл матч, хотя сводил ноги, вот так не сильно подключался по ходу второго тайма. Ну, вот момент, конечно, о котором мы говорим, физическое состояние, как мы подводим молодежь к большим играм и как они готовы к большому футболу. Видим, что пока не очень готовы, но дай бог, дай бог, чтобы у Никиты Калугина получилось. Спасибо большое и, Дима, тебе хорошего вечера. Я надеюсь, и фанатам «Динамо» он тоже понравится, и они спокойно доедут до Москвы без каких-либо происшествий. Дмитрий Дерунец, ведущий «Спорт-ФМ», был с нами на связи по телефону из Великого Новгорода, где сегодня проходил матч футбольной национальной лиги 28-го тура. Тосно «Динамо» ОМОН, говорят, предотвратил стычку фанатов московского клуба и санкт-петербургского «Зенита». Что они делали в Великом Новгороде, непонятно. Ну, видимо, просто чесались кулачки, и нужно было бы кому-то дать по лицу, ну, либо получить по лицу в ответку. Это нормально. Ну, надеюсь, никто не пострадал. Пока нет. Ну и слава богу. Пока об этом никто не говорит, но фанаты московского «Динамо» еще на стадионе. Находится в 21.15 электричка. Надеюсь, все до электрички доберутся и вернутся благополучно домой. Мы этого им желаем. Продолжаем разговор о фигурном катании. Много времени посвятили Тосно и «Динамо», но говорят, что, видишь, матч прям там был матчище. Мы с тобой, кстати, видели, да? Видели, видели. Вот. Не будем это дело комментировать. Дмитрий Дерунец прокомментировал его за нас. На месте события был, да, ему гораздо виднее. Мы говорим о фигурном катании. Чемпионат мира стартует 29 марта в Хельсинки. Он пройдет и продлится до конца следующей недели. Они разыграют классический вариант 4 комплекта наград в мужском, женском, одиночном катании, в танцах на льду и в спортивных парах. Обсудили мы с Ромой до новостей. И женское одиночное катание уделили ему львиную долю этого часа, да, отведенному фигурному катанию. Я думаю, что вполне заслуженно по достоинству, потому что именно там у нас, наверное, давайте честно, 90% будет золотая награда. И, как минимум, я думаю, еще будет либо серебро, либо бронза. Что касается мужчин, это печаль, это расстройство нашего фигурного катания. К сожалению, едут от нас Михаил Коляда и Максим Ковтун. Это те же представители, что и в прошлом году. Но хочу отметить, посмотрим... Коляда был четвертым, да, по-моему? Да, Коляда на своем дебютном чемпионате мира был четвертым в прошлом году. Молодец, это называется, вот прям выстрелил, как говорится. Максим Ковтун на 18-й позиции был в прошлом году, но в этом сезоне собрался Максим. Я знаю, что он поработал и с психологом, в связи с тем, что на тренировках получается все. Он владеет тремя четверными прыжками и запросто их может делать в произвольной программе. Но вот почему-то на выступлении не получается. И уже как-то закрепилось. Я заметила, что мои друзья и знакомые, которые даже не следят за фигурным катанием, знают о том, что Максим Ковтун плохо выступает. Я за Максима вот с этого сезона прям вот искренне болею всем сердцем. Очень хочу, чтобы у него все получилось. И чтобы вот он перед олимпийским сезоном как-то перешагнул вот свои неудачи. И наконец-таки показал достойный результат. Но тяжело будет нашим ребятам. Я, конечно, где-то в глубине души очень хочется верить в то, что они принесут хотя бы бронзовую или серебряную награду. Но уж очень хороши мужики в этом сезоне. Шансов немного, надо сказать. Очень немного, учитывая, что японец Юдзуру Ханю, олимпийский чемпион Сочи, и действующий чемпион мира испанец Хавьер Фернандес, и японец Шома Уна, и американец Натан Чен, который просто разрывает все соревнования в этом сезоне. А парня 17 лет. 17 лет, да, Ром. И понимаешь, он исполняет в произвольной программе по пять четверных прыжков. То есть это какой-то космос, он творит историю, такого не делает никто. Ну, естественно, там же Патрик Чан, который готов, даже не прыгая, укатать всех своими шагами и вращениями. И поэтому нашим ребяткам, ну вот прям желаю удачи, потому что она им прям вот не помешает. Очень надеюсь, что вернутся из Хельсинки вот прям с хорошими прокатами и с тремя квотами на Олимпийские игры в Корее. Нереально, но мы верим. Нет, три квоты в принципе реально получить, если они, там не обязательно, по-моему, в тройку входить. А, там же надо баллы определенные, конечно. Там по сумме баллов, да, получить не больше, сейчас могу ошибаться, но, по-моему, не больше 14 им нужно набрать в сумме двух мест. В принципе, это вполне реально, если там, грубо говоря, шестое и седьмое место. Почему нет? Вот, кстати, вот войти в десятку им вполне по силу, поэтому, парни, верим в вас. Давайте несколько слов дадим Марии Терской, она в этой студии. Маша, привет. Привет. Я сегодня окружен девушками. Да, ты счастливый день. Синяя Китманова за пультом, Мария Терская на новостях, Эмма Гаджи в студии, через 15 минут Саша Лыскова. Ох, Роман. Карина Ершова. Опасная обстановка у тебя сегодня. Прям поплыл. Да. И картину портит только Вячеслав Карпов, мой продюсер. А давайте его выгоним. Он сейчас выйдет. Давайте к новостям, а то он меня выгонит. Я продолжу ледовую тему, расскажу о хоккее. Напомню, что Магнитогорский Металлург на своем льду со счетом 2-0 обыграл сегодня Акбарс. Это второй матч серии полуфинала плей-офф континентальной хоккейной лиги. И таким образом счет в серии стал 2-0, соответственно, в пользу Магнитки. Третий и четвертый матчи этого противостояния пройдут в Казани в ближайшие вторник и четверг. Теперь о футболе. Футбольная национальная лига сейчас проходит два матча. Мордовия обыгрывает «Факел» со счетом 2-0. И «Спартак» Нальчик уступает команде «Волгарь» со счетом 1-2. Напомню, также результаты уже сыгранных матчей. Скахабаровск-Тюмень 1-0. Сибирь-Сокол также 1-0. Химкишинник 3-0. Луч-Энергия-Зенит 2-0-0. Тосна-Динамо-Москва 1-2. Кубань-Нефтехимик 1-0. Ну и также напомню о том, что женская сборная России по керлингу, к сожалению, уступила сегодня канадской команде в финальном матче Чемпионата мира. Точнее, проходил он в Пекине. После четырех эндов наши девушки проигрывали соперницам со счетом 0-3. И итоговое отставание нашей сборной составило 5 очков 3-8. Вот так завершилась эта встреча. Ранее, напомню, россиянки в истории никогда не выходили в финал Чемпионатов мира. И я предлагаю послушать впечатления от решающего матча. С нами ими поделилась двукратная чемпионка Европы Людмила Прививкова. Я очень довольна и рада результату девчонок, потому что, ну, второе место на Чемпионате мира – это впервые, да, это история. И постепенно они поднимаются по ступенечкам наверх. Это очень здорово. Я думаю, что все болельщики очень рады. Очень хочу всех поздравить и родителей, которые переживали у экрана за своих дочек. Тренеров и спортсменов и всех любителей поздравляю с этим результатом. Девчонки выглядели очень хорошо, очень достойно играли. И было очень приятно смотреть. И интересные матчи, и хорошее исполнение, и непростые броски. Но команда Канады, конечно, не самый простой соперник. Хотя и наши уже давно имеют большой опыт и застолбили свое место в призах на крупных соревнованиях. Но так сложился финал. Все равно, мне кажется, очень классный результат. Да, действительно, команда Канады не самый простой соперник. Золото, которое сборная этой страны завоевала сегодня в Пекине, стало для нее шестнадцатым в истории. Так что, ну, можно сказать, что наши девушки практически победили сегодня. Потому что, ну, такая титулованная команда, такой титулованный соперник. Дойти до финала, встретиться в финале с ним. Причем, по ходу этого турнира наши девушки же уже играли с Канадками. И не один раз. Да, правда, оба раза уступали, но тем не менее. Очень круто. Я сегодня прям смотрела прямую трансляцию финала. И прям боролись наши девчонки. Я кричала, орала, и очень эмоционально все это было наблюдать. Но боролись они в первой игре с Канадками в группе. Там действительно все в дополнительном энде решилось только. И то из-за ошибки Ани Сидоровой, которая не вовремя отпустила камень. Сегодня опять же была вот эта ситуация. Ну, это, как вчера Людмила Привывкова мне объясняла в эфире Спорт.ФМ, это особенность Ани. Она вот долго тянет с отпусканием мяча. И иногда случаются такие ошибки. Ну, ничего, на следующем чемпионате мира все ошибки исправим. Степ-бай-степ. Действительно, мы никогда не играли в финалах чемпионатов мира по керлингу. Поэтому все возможно. Олимпийские игры. Круто, девчонки молодцы. Да, это, видимо, к золоту в Корее. Ура. Маша, спасибо большое. Мария Терская с новостями была в этой студии. Давай, Эммочка, продолжим. У нас с тобой еще танцы на льду и спортивные пары. Быстро, на 9 минут буквально. Рассказ о них. Давай начнем со спортивных пар, потому что там у нас все шансы на золото. Напомню, кто едет из наших. Это Евгения Тарасова, Владимир Морозов, действующие чемпионы Европы. Победители в финале гран-при этого сезона. Пара, которая едет явно за золотом, потому что выигранный финал гран-при, как мы уже знаем, это такой мини-чемпионат мира, который проводится у фигуристов в начале сезона. Кто их соперники? Наши же российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов. Олимпийские чемпионы Сочи в командном первенстве и серебряные призеры в индивидуальном. Вернулись в этом сезоне. Не очень гладко они идут. Очень надеюсь, что на чемпионате мира они покажут именно ту форму, в которой мы привыкли их видеть. И покажут... Очень изменились они. Ксюша подстриглась. И очень идет этот образ. Новые программы. Вообще все новые, обновленные ребята. И очень болею за них. Ксюша с Федей. Думаю, что они более чем конкурентоспособны. Но он сказал, в смысле Федор Климов сказал, что у нас одна цель, это победа. Ну, конечно, если ты уже олимпийский чемпион, если ты уже стоял на высших ступенях педестала почета, то когда ты едешь на чемпионат мира, ну, даже глупо говорить, что мы едем просто покататься, мы едем просто показать себя. Естественно, ребята едут только за первым местом. И чем мне нравится Ксюша Столбова, это когда вот ей, ну, например, запускают они на какие-то помарки выступления, выходят вот в миг-зону к журналистам. Вот у нее там спрашивают мои коллеги, Ксюша, ну, зачем вот рисковать? Сделали бы там тройную подкруточку, получили бы свои оценки. А вы идете на риск, делаете четверную, получаете за это минус. А Ксюша с таким вот прям, с такой злостью в глазах отвечает. Ну, тогда можно вообще сидеть на диване и ничего не делать. И ведь права, права идут вперед, молодцы. И мне кажется, Ксюша прям вот такой паровоз в их паре. Третья пара у нас в Хельсинки будет представлена Наталья Забияка, Александр Эмберт. Пара, ну, как сказать, хорошая, достойная, но навряд ли ребята будут претендовать на даже пьедестал почета. Кто главный конкурент? Это, безусловно, Китай, держава спортивных пар. При том, что там Хао, Джанг и очень много, 50 с лишним лет этому человеку. Мне кажется, я его помню еще до того, как я сама начала выступать на чемпионатах мира. Настолько он титулован, настолько он, ну, стар, наверное, нехорошо очень говорить. Ну, взрослый, взрослый, опытный, молодая у него партнерша. И вот выступают. Были они вторые на финале гран-при. В смысле, сколько ему лет? Сейчас я посмотрю, сколько ему лет. 1984 года рождения. Что? Мне быть из этой стены? Нет, тебе не быть, он выступал еще... Я старый, да? Хорошо. Но ты не фигурист, и ты не катаешься в паре с девочкой 96-го года рождения. Рома, ты радиоведущий, и ты, как Карлсон, мужчина в самом расцвете сил. Канадцы, действующие чемпионы мира, Мега Дюаме, Лерик Редфорд. Исправилась со встречей нашей сегодня. Умею, умею. Также, да, составить, естественно, конкуренцию нашим. И французский дуэт, который также вернулся, стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. Много-много пар также, которые будут претендовать на пьедестал почета. Но верю и думаю, что в этом виде у нас, так же, как и в женском, может быть золотая награда и какая-нибудь еще, там, серебряная или бронзовая. Очень надеюсь, что, естественно, золото и серебро будут за нами, но посмотрим. Это, сейчас я скажу, как любят говорить все эксперты, это спорт, и может случиться все, что угодно. Перейдем к танцевальным дуэтам? Да. Прекрасно. Ну, что хочу сказать. Танцевальный дуэт. Первое, что хочу отметить, о том, что Екатерина Боброва прямо там в Хельсинки послезавтра будет отмечать свой день рождения. 27 лет ей исполнится. Скромно, скромно будет отмечать. Не так, как обычно. Иху-ху-а! Ну, мы фигуристы, люди вообще скромные. Это не относится к Бобровой, кстати. Да нет, естественно, отметят по завершению чемпионата мира, я думаю, что все фигуристы, они обычные люди, и все спортсмены отмечают. Ну, вот скажите мне, вот кто из вас не любит весело отметить и погулять на дне рождения, особенно когда ты в компании своей семьи, да, грубо говоря, потому что это те люди, с которыми ты вырос, с которыми у тебя много общего, с которыми ты много лет ездишь по сборам, соревнованиям, и которые ты видишь чаще, чем своих родных и близких. Естественно, я надеюсь, я желаю Кате прям отметить не только свой день рождения по завершению чемпионата мира, но и медаль первенства планеты, потому что, в принципе, по силам им это сделать. Напомню, что Катя Боброва вместе с Димой Соловьевым были финалистами гран-при, этапов гран-при в этом сезоне, что уже хорошо. Заняли они там четвертое место, но все может быть, все может быть. Посмотрим, вообще в танце это очень сложный вид спорта, и честно, как-то судить объективно мне его сложно. Более того, его сложно оценивать даже арбитром. Да, все мы помним вот эту безумную ситуацию на чемпионате Европы, когда после короткого танца сначала первыми были итальянские танцоры, значит, наши Екатерина Боброва были вторыми, а потом все вдруг раз, пересчитали в тот же вечер, сказали, пардон, пардон, мы там чуть-чуть напутали, значит, снова всех собрали на жеребьевку, сказали, Катюша, Димочка, вот вы первые, итальянцы вторые, Габриэла Пападаки с Гиом Цезерон, французский дуэт, действующие, уже двукратные чемпионы мира на третьем месте. И вот как такое возможно? Я после этого у многих специалистов просто спрашивала, вот как судьи, вот чем они смотрят во время выступления, вот как такое возможно? Конечно, и в принципе, после чемпионата Европы приходили к нам в гости Катя с Димой, мы у них спрашивали, но мне вот нравится, знаешь, ребята, вот у них спрашиваешь, а как вообще, как судят танцы? Они говорят, да мы сами не знаем, и смеются, это настолько с одной стороны весело, а с другой стороны вот прям поплакать хочется, когда вот, ну, супер необъективно, и в итоге третье место, ой, простите, пожалуйста, вот, да, третье место на чемпионате Европы, уже две бронзовые награды у ребят, посмотрим, что на чемпионате мира будет. Николай Макеев, Возмутич, верное замечание, пишет в WhatsApp, в компании своей семьи отметить день рождения так, как хочешь, нельзя. Почему нельзя, Коля? Все можно и нужно в компании семьи. Вернулись в этом году олимпийские чемпионы, Тесса Виршу, Скотт Мойер, канадский дуэт, просто потрясающе. У них такой огненный короткий танец, вот, кто не любит фигурное катание, вы должны его увидеть, и вы обязательно полюбите танцы на льду, потому что ребята не просто сидели, отдыхали после олимпийских игр 2010 года, ну, и Сочи в том числе, они работали с лучшими танцевальными преподавателями и Нью-Йорка, и вообще всего мира, и это прям вот видно у них на льду, они парят, они отжигают на льду, они могут себе это позволить, просто мега-пупер-крутые ребята, и я думаю, что они главные претенденты на золото, а наши, Катя Боброва, Дмитрий Соловьев, к сожалению, будут бороться либо за бронзу, либо где-то место в пятерке. Спасибо большое, Эмма Гаджиева, здесь было написано, что, почему так Эмма рано закончила с фигурным катанием, потому что она рано начинает на Спорт.ФМ, с 7.45, ждите Эмму каждый будний день, спасибо большое, что пришла в этот выходной день. Спасибо, что поздравили. Далее, далее новости на Спорт.ФМ, Карина Ершова, затем ко мне присоединятся Александр Лыскова и олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Ильяных, вот, будем говорить о волейболе, следить за волейболом, ну и, естественно, будем следить за футболом, отборочные матчи чемпионата мира будут проходить. Субтитры создавал DimaTorzok